В срок до 30 апреля 2014 года физическим лицам, получившим доход в 2013 году от продажи имущества, земельных участков, садовых домиков, гаражей, транспортных средств, находящихся в собственности не менее трех лет, предстоит продекларировать свои доходы. Помимо этого, в перечень подлежащих декларированию доходов включены средства от сдачи квартир, выигрыша в лотерею и тотализаторы. Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу декларации 2013 года, которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России. Кроме этого, еще большой интерес имеется то, что у нас существует личный кабинет налогоплательщика, по которой можно для упрощения заполн, в том числе, которая размещена на сайте ФНС России, данной программы, что позволяет автоматически сдать декларацию в налоговый орган. Но это только тех, кто является плательщиком, у которых есть электронная подпись. У нас на сегодняшний день подключено более 7 тысяч физических лиц к данному сервису. Из них 70% пользуются постоянно. За несвоевременную подачу декларации налоговая служба вправе наложить штраф в размере не менее 1000 рублей. У нас приходят сведения из внешних источников. Мы все отслеживаем, кто продал квартиру, машину. Понятно, да? Пишем налогоплательщику уведомления, приглашаем себе в налоговую инспекцию и, соответственно, отрабатываем этот вопрос. Из-за неподачи уже, соответственно, после срока 30 апреля будет предъявленный штраф. В рамках проведения декларационной кампании налоговая инспекция и даже организует работу учебных классов. С 4 февраля все желающие могут посетить мастер-класс по заполнению деклараций. Графики работы учебных классов по вторникам с 10 до 12 часов, по четвергам с 18 до 8 вечера. Для любого физического лица, кому непонятно, как заполнить декларацию 3DFL по полученным доходам. Идя навстречу налогоплательщикам, инспекция изменила и время работы. График стал удобнее для работающего населения. Для отдела работы с налогоплательщиками у нас работает с 9 утра и до 6 вечера. В пятницу до 16.45. Во вторник и в четверг мы работаем до 8 вечера. Кроме этого, каждую первую, третью субботу налоговая инспекция работает с часу до 15.00, без перерыва, во все дни. Кроме того, уже больше года у всех налогоплательщиков есть возможность записаться в инспекцию, выбрав день и прием при помощи сервиса онлайн-запись на прием. Ольга Келешина, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.